Добрый день! У нас не заняло, поскольку нам предстоит как только, ну, пройти несколько поверхов до Баала и разобраться со всеми его призванными миньонами, кто призван его защищать. А это не так-то просто, по крайней мере последняя именно партия, партия демонов разрушения этих хрюшек, динозавриков. Итак, по инвентарю. Как вы видите, броня у нас поменялась, я все же не вытерпел и сменил броню. Ну, правда, она простая, бесполезная, просто красота. Да и я это сделал для того, чтобы варвар бегал медленнее, потому что вихрь, большинство, большую часть урона проходит мимо, мимо противников. Вот. Так, амулет, кольцо, ремень, опять же кольцо. Ну, все тоже, все остальное то же самое, без изменений. Соответственно, наш шлем. Так, по амулетам. Небольшие изменения. Я все большие амулеты продал, которые были на две клетки, что, в принципе, сути большую они не несут наш топорик. Да. Так, характеристики у нас такие. Да, уровень сороковой. Да, я тут немножко поугарал, поносился по предгорью Арарата. И повыпиливал всех противников вихрем. Ну, развлекался, что я могу сказать. Вот наши характеристики, скиллы, которые мы используем. Да. Ну, это я не использую, это за счет шлема. Он мне нафиг не нужен. Крики. Как видите, крики я уже неплохо прокачал в Battle Orders. Прошу прощения. Это полезное прокачивание, поскольку мы становимся толще, наша помощница становится толще, дольше убивать нужно. Ну, и дополнительно, плюс один Battle Order дает плюс 10% урона концентрации. Это хорошо. В итоге у нас с вами сейчас урон, что у берсерка, что у концентрации идентичен. При том, что оба прокачаны единичку. Видите. Хотя берсерк он намного круче бьет. Уж что есть, то есть. Потому что у него большая часть урона, она магическая. Соответственно, монстры, которые более иммунны к физике, они страдают от берсерка все-таки больше. Да. Но таких пока что еще очень мало. Тем более, это норма. А с нормой мы закончим. И начнется, мне кажется, что-то ужасное. Ну, ладно. А, еще один момент касаемо Page. Я ее тоже немного приодел. Вот, я на нее надел вот это. Шлем у нее был давно уже такой. Еще вроде бы с третьего города я на нее его напялил. Не помню точно. И лук. Я ей заменил лук. Я ей вставил пару рун, чтобы лук у нее был быстрый. И чтобы она быстро бегала. Чтобы убегала от противников. Вроде пока и работает. Ну, да ладно. Хватит семенить. Древние я с вами биться не буду. Заходим. Ищем. Негодяи. Все убиты? Ага. Да. Опять здесь эти штуки, которых мы видели в владениях Нихлофака. То есть, летающие разносчики... Это было больно. Разносчики заразы. Скажем так. Возьмем. Ну, что тут такое лежит? Непонятно. Вообще, пол какой-то странный. Какая-то странная мозаика, как вы видите. Не трожь. А, еще один момент. Поп-черн саунд. Сделаем вот так. Чтобы, в принципе, лучше было слышно, когда идет бой. Хотя, во время боя я умолкаю или произношу что-то нечленораздельное. Там слушать не обязательно. Пока что мы ведем. Мы идем правильно. Чувство варвара. Третий инстинкт шестого колена помогает. Да. Куда там женская интуиция? Люблю я их убивать. Потому что их много. И... Толку от них? Никакого. Вот если бы тут были вот именно победители ночи, к примеру, да? Ну, то есть, те быки с двумя секирами. Ну, это было бы сложно. А эти? Ну, что они не могут сделать? Ничего. И по ним так классно попадаю. Это самое главное. Фух. Фух. Отлично. Супер-супер. Это нам вообще нафиг не нужно. Рефлекс Блоу. Тоже не нужно. Это изменение изменяет память оружия Амазонки. Так, ну здесь я ошибся. Сходим тогда наверх. Посмотрим, что здесь. Есть камикадзе. О, замечательно. Мне везет. Похоже... Видели? Вихрь был. Это лук моей лучницы. Он вызвал его. Потому что на нем есть... Где там эффект? Ээээ... Вот. 7% нанести твистер. Так. А это Баал балуется. Слышали его смех? Идиотский. Скотина. Бешеная табуретка. Ну ничего, ты сейчас у меня получишь. Твою мать, я перепутал. Я-то думал, здесь у меня... Скажем... Ну этот, как его? Спуск уже на следующий уровень. А здесь оказался... Всего лишь портал. Ну, в принципе... Пусть. Это полезно. Чем больше порталов, тем лучше. Так, куда пойдем? Налево или вверх? Налево или вверх? Вверх или налево? Наверное, все же налево. Почему? Ну, застрелить ты его уже. Ну, что-то в самом деле. Не можешь, что ли, справиться с каким-то негодяем. Кстати, с портал. А, портал есть. Все, больше не нужно. Так, это не надо. Друг убить. Хорошо. Так, возьмем. Что тут меня? Наша помощница. Ей немножко досталось. Нужно немножко подлечить ее силы. А то все-таки она не боец ближнего боя. Она дальнобойная. Буду ли я ее менять, не знаю, но... Это классическая связка... А... Воитель и воительница? Неохота менять. Смокет спер. Наверное, возьму-таки. Ага. Некуда засунуть. Сейчас найду место. Два метеор. Ну, в принципе... Старьевчика, я думаю, мы ее продадим на пару тысяч. Как минимум. Метеор вроде бы хорошая вещь. Вордстон кип. Так. Мы уже близко. Следующее... Следующее... Будет уже вот именно местонахождение этого негодяя. Этой бешеной табуретки, как я его люблю называть. Потому что он похож на табуретку. Да, каламбур. Ненавижу я эти штуки. Вот этого можно убить. Куда? Хорошо. Всех раскидали. И нам некуда засунуть. Хорошо. Сделаю так тогда. То есть, выпил. Сразу же засуну. Хорошо, что здесь, когда зелье выпивается, пустая тара не остается. Иначе бы я просто задолбался от нее избавляться. А такая фигня есть в русском аналоге Diablo 2. Да и просто Diablo 2. Князь. Князь 1, князь 2. Третий не знаю, не играл. Говорят, он фигня. Хотя, кто знает, в принципе, мне кажется, неплохая фигня. Потому что первый и второй очень сложные. В плане вот именно нудности по прокачке. То, что там нужно по часу. И убить там могут буквально сразу же. И выходя из первой локации. Не то, что здесь. Здесь такое возможно, когда играете с каким-нибудь артоном. Даже хотя бы тем же самым в росте гнева. То, что ты выходишь из оружия. А монстры крутые, как будто плюс 8. Все. Обратите внимание вот на данный... Даже не знаю, что это такое. Это типа настенный факел. Либо это жаровня для того, чтобы обогреваться. Что-то напоминает... Что-то из... Из другой оперы. Как будто это... Мир горит. Вот это вот вверху. Это планета Земля. Схематично указанная. Которая должна крутиться. А это под ним огонь. Хотя мы-то с вами прекрасно понимаем, что... Это все-таки алтарь варваров. Они не такие. Обратите внимание. Здесь изображение женщин. Видите, да? Женские тела. Вот негодяй. Ну ладно. Он, похоже, жаждет с нами встретиться. Все. Мы у трона разрушения. Убейте миньонов. Ну-ну. Посмотрим. Кто кого? Так, здесь нужно быть аккуратным. Потому что умереть здесь можно на раз-два. А учитывая, что наш персонаж смертный... Делать этого нам не стоит. Убиты. Иди сюда. Этих тварей я не люблю. Видите, да, что вытворяют скоты? Еще и мою жен... Эту бьют. Иду на помощь. Все-таки нужно танковать. А это значит идти впереди. А тебя, Пейдж, держать за спиной. Вот такие дела. То есть все удары принимать своей широкой грудью. Ну, мы это можем, в принципе. Можно сюда как бы не ходить. То, что... Самое главное. Подготовить... Центральный проход. Центральный коридор. Это вот здесь. Чтобы, если что, можно было отступать. Отступать нам придется. У меня такая тактика. То есть я буду коровок миньонов тех выманивать. Тех хрюшек разрушения. Ну и убивать. Нормально. Это я их берстерком бил. Опасно, опасно. Я знаю. Так. Привет. А? Замедление от Баала. Спасибо. То есть Баал, он сидит в центре тронного зала. Сейчас мы на него посмотрим, кстати. Вот он, скотина. Привет. И кидает проклятие. Проклятие замедления. Так, похоже мы всех миньонов убили. Сейчас будет первая партия. Со всеми можно разобраться. Ну, особенно с этим, почему бы нет. Ну вот, видели. Он лег. Готовы. Давай, следующую партию. Испугать ты меня можешь только двумя последними партиями. Нет. Не страшно. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Что? Не ждал? Что я так их поубиваю? Так, сейчас либо консулы полезут, либо питы. Питы это такие демоны, которые огнем бьют. Консулы. Давай-ка отойдем. А то опять мою пейдж застрелят нахрен. А я этого не хочу. Стой, мембер. Хотя бы ты. Отлично. Единственный минус в том, что после них остаются волшебнические гидры, которые... Видите, что вытворяют? Добейте вы меня лучше. Не трогайте мою лучницу. У нее с резистами все похуже, чем у меня. Стой. Да перестаньте ее кусать. Вот. Танк я, а не она. Она вообще никто. Твою мать. Так, убита. Вот. Я даже почти не страдаю. Сейчас полезут именно Питы. Либо Лорды. Я не помню, как они там называются. Ну, факт. Демоны из предыдущего города. Из четвертого. С большими мечами. И огнеметами. Да. Вот и они. Иди сюда. Подтягивайся. Я сказал, иди сюда. Отходим. Люблю я так делать. На всякий случай, я опью зелье. Хотя можно этого не делать. Но я страхуюсь. Потому что хардкорный режим как бы намекает. Не хотелось бы умереть на первом уровне сложности. Да ведь? Это было бы как-то некрасиво, мне кажется. Кстати, копье Девы. Давайте-ка мы его возьмем. Потом, я думаю, мы его замотаем. За хорошую копеечку. Ну что ж. Вот он. Тот самый миг. Когда полезут те бестии, которых стоит опасаться. Давай. Дай их мне сюда. Лежим. Они опасны тем, что при нанесении урона откидывают и оглушают. Сейчас мы их попытаемся разделить. Ага. Идут парочка. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Не трошь. За счет того, что концентрация повышает защиту, миньоны не могут меня сильно пробить. Видите? Защита полгода тысячи. Это довольно неплохо для первого города. В смысле, для первого уровня сложности. Так, еще парочку хочу. Ага. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. За некроматом здесь прикольнее, кстати. Если некромат на момент подхода сюда уже научился поднимать убитых противников, не скелетов, а именно противников, то он может поднять всех этих крошек и с помощью них задолбить боу. О! Получил немножко. Бывает. Сам виноват. Подумал, что с помощью берсерка я буду лучше их убивать. Еще одна. Блин. Э-э-э-э! Так, бейдж, надо отойти, я не хочу тебя терять. Иди сюда. Иди сюда, девка. Твою мать. Я должен танковать. Танкуем. Кстати, в принципе, правильно я сделал, что надел именно эту броню. Проще танковать. Ну что, уходи. Пошел вон, пес. Молодец. Так. Что нам нужно? Нам нужно засунуть зелье в свой ремень. Давайте проверим топор, кстати, что с ним. Половина прочности. Не знаю, хватит ли мне на Баала. Но, в любом случае, нам нужно идти за ним и убить его. Search and destroy. Стань! 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 Скотина! Сейчас он может выполнить нехорошее действие, раздвоиться, нам этого не хотелось, но уровень сложности первый, уровень наш сороковой, я думаю, большого труда он нам не составит, с ним проблемы будут потом, видите, я даже толком ничего не делаю, как мы Диабло валили, так и Баалу, даже не напрягаемся, хорошо мы встябим, а вот это ты зря, Бешеная табуретка от нас убегает Пока мы с ним деремся, можно обратить внимание на местные декорации, это камень мира, камень фарма, который дает им те самые свойства, делающие уникальными бойцами в мире санктуария Вот скотина Он меня лишил всего Интересно, кто кого Осталась одна бутылка против него Ну давай, умри Оставайся совсем чуть-чуть Красиво умирает Ну а я пока что засунул себе в инвентарь зелья Что он сказал, Prime Evels no more? Ух ты, а вот и Тироэль, он решил с нами поболтать о том о всем Кстати, нужно собрать лут, видите, мы взяли какую-то прикольную, я бы сказал, пику, но это не пика, как вы видите, это другое оружие Алибарда, в общем Да блин, да вы что, прикалываетесь, что ли? На кой черт мне такие штуки? Так, ну давайте поговорим с Тироэлем, как видите, все здесь задрожало Камень мира стал дестабильным, деструкция начинается, давайте поговорим с ним М-м-м 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 М-м-м-м Мы обрали последний раз, который в мире это никогда не было, и уничтожили последние первые 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 Однако, мы слишком слишком поздно, чтобы спасать лут Белл Белл деструктивный тач, это полностью корруптировал его У нас достаточно времени, энергии лут Белл стоны будут выстрелы, и барреры между мирами будут выстрелы Пустили в небо вверху вверху, и выстрелы и все, что вы работали. Поэтому, я должен уничтожить этот корруппированный мир, пока пустили в небо вверху. Эти действия уничтожить мир твои всегда, с последствиями даже я не могу предоставить. Однако, это единственный способ, чтобы уничтожить уничтожение людей. да мы его впечатлили он нас хочет спасти кстати на мне кажется я точно только не знаю но до того как бал испортил камень мира скорее всего он был синего цвета такой света голубой почему-то так кажется краснота у него появилась уже после знакомства с этой скотиной с этим трупиком бал как мы с вами помним он находился в теле мумии таураши который в себе держал его камень камень души чтобы тот оставался в заточении но это я брать не буду это бесполезно для меня деньги у нас есть тем более это оружие не использую это я взял потому что видите она уникальная предмет уникальный так что мы посмотрим что это такое ну а это просто что тип брони посмотрим что там может быть что-то прикольное как скажем у нашей волшебницы видите сербинский на армор соответственно как бы вещь выглядит как будто из первого города на самом деле нифига не так защита много больше ну да ладно победу мы совершили она была легкой легкой потому что мы играли на норме соответственно мы с вами увидимся в любом случае уже на найт мари там будет уже чуть-чуть потяжелее соответственно можно как сказать здесь мы с вами просто учились использовать навыки до на следующий уровень сложности мы будем просто тренироваться а игра сама игра она начнется на аду хел рулит ну да ладно кстати еще сразу хочу сказать то что ролик мы увидим после данной части он сразу будет как мы с вами прекрасно знаем из diablo 3 уничтожение камня мира повлекло за собой ужасающие последствия по отношению к варварскому народу во первых вместо горы арарат образовался кратер соответственно варвары потеряли цель волю и начали превращаться вырождаться и так далее ну да ладно в принципе кому интересно могут запустить третью диаблу прохождение есть либо если вы играете уже собственно запустить за варвара и посмотреть посмотреть как раз вступительная промо за него здесь же с вами прощаюсь благодарю вас за просмотр такой вот был простой бой с данной бешеной табуреткой он ничего вам нам толком не показал да он выпускал ростки которые в дальнейшем будут наносить неплохой урон да он пользовался вот этой замораживающей замораживающим аналогом как ловушка у убийцы все но он ни разу не произвел дубляж себя не дублировался соответственно было просто его убить он толком даже от нас не гасился что ж посмотрим что будет далее очень сильно надеюсь что он следующие разы будет более сложным противником ну что ж мы уходим destruction and здесь видео оканчивается спасибо всего доброго а